Вы не обретете благочестие, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом. Любая пища была дозволена сынам Исраила, кроме той, которую Исраил запретил самому себе до неспослания Таурата. Скажи, принесите Таурат и прочтите его, если вы говорите правду. Те же, которые станут возводить навет на Аллаха после этого, являются беззаконниками. Скажи, Аллах изрек истину, следуйте же религии Ибрахима, поскольку он был единобожником и не был многобожником. Воистину, первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Бекке. Он был воздвигнут как благословение и руководство для миров. В нем есть ясные знамения, место Ибрахима. Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, к Аабе, если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. Скажи, о люди Писания, почему вы не веруете в знамения Аллаха, в то время как Аллах наблюдает за тем, что вы совершаете? Скажи, о люди Писания, почему вы сбиваете верующих с пути Аллаха, пытаясь исказить его, будучи свидетелями правдивости Мухаммада и истинности ислама? Аллах не находится в неведении относительно того, что вы совершаете. О те, которые уверовали! Если вы покоритесь некоторым из тех, кому было даровано Писание, то они обратят вас в неверующих после того, как вы уверовали. Как вы можете не веровать в то время, как вам читают знамения Аллаха, а его посланник находится среди вас? Кто крепко держится за Аллаха, тот действительно наставлен на прямой путь. О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Крепко держитесь за верфь Аллаха, все вместе, и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы последуете прямым путем. Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими. Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения. В тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют. Тем, чьи лица почернеют, будет сказано, неужели вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же мучения за то, что вы не верили. Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха. Они пребудут там вечно. Таковы аяты Аллаха, которые мы читаем тебе воистине. Аллах не желает поступать с мирами несправедливо. Аллаху пронадлежит то, что на небесах и на земле, и к Аллаху возвращаются дела. Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучшее для них. Среди них есть верующие, но большинство их являются нечестивцами. Они не причинят вам никакого вреда, кроме досаждения. Если же они станут сражаться с вами, то повернутся к вам спиной, после чего им не будет оказана помощь. Где бы их ни застали, их постигнет унижение, если только они не окажутся под покровительством Аллаха и покровительством людей. Они попали под гнев Аллаха, и их постигла бедность. Это за то, что они не веровали в знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это за то, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Не все они одинаковые. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. Они веруют в Аллаха и в последний день. Велят творить одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из праведников. Какой бы добрый поступок они ни совершили, ничто не будет отторгнуто от них. Аллах знает богобоязненных. Ни имущество, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, которые не уверовали. Они будут обитателями огня и пребудут там вечно. То, что они расходуют в этой мирской жизни, подобно морозному или завывающему или огненному ветру, который поразил ниву людей, поступивших несправедливо по отношению к себе, а затем погубил ее. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами поступали несправедливо по отношению к себе. О те, которые уверовали, не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется еще большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только разумеете. Вот вы любите их, а они вас не любят, и вы верите во все Писания. Когда они встречаются с вами, то говорят, мы уверовали. Когда же остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи, умрите от своей злобы. Аллаху известно о том, что в груди. Если с вами случается доброе, это огорчает их. Если же вас постигнет несчастье, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязнены, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают. Вот ты покинул свою семью рано утром, чтобы расставить верующих по местам для сражения при ухуде. Аллах слышащий, знающий. Когда два отряда среди вас готовы были пасть духом, Аллах был их покровителем. Пусть же на Аллаха уповают верующие. Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же Аллаха. Быть может, вы будете благодарны. Вот ты сказал верующим, разве вам недостаточно того, что ваш Господь не спосылает вам в помощь три тысячи ангелов? Конечно. Если же вы будете терпеливы и богобоязнены, и если враги нападут на вас прямо сейчас, то ваш Господь поможет вам пятью тысячами меченых ангелов. Аллах сделал это всего лишь благой вестью для вас, и дабы ваши сердца утешились благодаря этому, поскольку победа приходит только от могущественного и мудрого Аллаха. И дабы отсечь от неверующих одну часть, или разгромить их так, чтобы они вернулись разочарованными. Тебя это не касается. Либо Аллах примет их покаяние, либо накажет их, ведь они являются беззаконниками. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Он прощает, кого пожелает, и подвергает мучениям, кого пожелает. Аллах прощающий, милосердный. О те, которые уверовали, не пожирайте лихву в многократно умноженном размере, и бойтесь Аллаха, быть может, вы преуспеете. Бойтесь огня, который уготован неверующим. Повинуйтесь Аллаху и посланнику, быть может, вы будете помилованы. Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных. Которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок, или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи. Ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? И тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили. Воздаянием будет прощение от их Господа и райские сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников! До вас также случалось подобное. Люди подвергались искушению подобному тому, которому верующие подверглись во время сражений при уходе. Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, кто считал лжецами посланников. Это есть разъяснение людям, верное руководство и назидание для богобоязненных. Не слабейте и не печальтесь в то время, как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими. Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям. Мы чередуем дни, счастье и несчастье, для людей, чтобы Аллах узнал у веровавших и избрал среди вас павших мучеников. Ведь Аллах не любит беззаконников. И чтобы Аллах очистил у веровавших и уничтожил неверующих. Или вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию. Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных. Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха в предписанный срок. Тому, кто желает вознаграждения в этом мире, мы дадим его. И тому, кто желает вознаграждения в последней жизни, мы дадим его. Мы вознаградим благодарных. Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось множество набожных верующих. Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха. Не проявили слабости и не смирились. Аллах любит терпеливых. Они не произносили ничего, кроме слов «Господь наш, прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле. Утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими». Аллах даровал им вознаграждение в этом мире и прекрасное вознаграждение в последней жизни. Аллах любит творящих добро. Пристанищем будет огонь. Как же скверна обитель беззаконников. Аллах исполнил данное вам обещание, когда вы убивали их с его дозволения, пока вы не пали духом, не стали спорить относительно приказа и не ослушались после того, как он показал вам то, что вы любите. Среди вас есть такие, которые желают этот мир и такие, которые желают последнюю жизнь. После этого он заставил вас бежать от них, чтобы испытать вас. Он уже простил вас, ведь Аллах снискодителен к верующим. Вот вы бросились бежать, не оглядываясь друг на друга, тогда как посланник призывал вас, находясь в последних, ближайших противнику рядах, и Аллах воздал вам печалью за печаль, чтобы вы не скорбили о том, что было вами упущено и о том, что поразило вас. Аллаху известно о том, что вы совершаете. После печали он не спослал вам успокоение, дремоту, охватившую некоторых из вас. Другие же были озабочены размышлениями о себе. Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества, говоря, есть ли для нас в этом деле какое-либо участие. Скажи, дела целиком принадлежат Аллаху. Они скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе, говоря, если бы у нас было какое-либо участие в этом деле, то мы не были бы убиты здесь. Скажи, даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь, и Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очистил бы то, что в ваших сердцах. Аллаху известно о том, что в груди. Тех из вас, которые повернули назад в тот день, когда встретились два войска при Ухуде, сатана заставил поскользнуться по причине некоторых их поступков. Аллах уже простил их. Ведь Аллах прощающий, выдержанный. О те, которые уверовали! Не будьте похожи на неверующих, которые сказали о своих братьях, когда они странствовали по земле или участвовали в походе. Если бы они были рядом с нами, то не умерли бы и не были бы убиты, дабы Аллах сделал это причиной скорби в их сердцах. Аллах оживляет и умершляет, и Аллах видит то, что вы совершаете. Если вы будете убиты на пути Аллаха или умрете, то прощение от Аллаха и милость окажутся лучше того, что они накапливают. Если вы умрете или будете убиты, то вы непременно будете собраны к Аллаху. По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих. Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же поможет вам вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают верующие. Пророку не подобает незаконно присваивать трофеи. Тот, кто незаконно присваивает трофеи, придет в день воскресения с тем, что он присвоил. Затем каждая душа сполна получит то, что она заработала, и с ними не поступят несправедливо. Разве тот, кто последовал за довольством Аллаха, подобен тому, кто попал под гнев Аллаха и чьим пристанищем будет гиенна? Как же скверно это место прибытия! Они займут разные ступени перед Аллахом, ведь Аллах видит то, что они совершают. Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка из них самих, который читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении. Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали «откуда все это?» Скажи «от вас самих». Воистину, Аллах способен на всякую вещь. То, что постигло вас в тот день, когда встретились две армии при ухуде, произошло с дозволения Аллаха для того, чтобы он узнал верующих и узнал лицемеров. Им было сказано «придите и сразитесь на пути Аллаха, или хотя бы защитите самих себя». Они сказали «если бы мы знали, что сражение состоится, то бы непременно последовали бы за вами». В тот день они были ближе к неверию, чем к вере. Они произносят своими устами то, чего нет в их сердцах, но Аллаху лучше знать о том, что они утаивают. «Они являются теми, которые сказали своим братьям в то время, как сами отсиживались дома. Если бы они послушались нас, то не были бы убиты. Скажи «отвратите смерть от себя, если вы говорите правду». Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих, которые ответили Аллаху и посланнику после того, как им нанесли ранение. Тем из них, которые вершили добро и были богобоязнены, уготована великая награда. Люди сказали им, народ собрался против вас, побойтесь же их. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали, нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот попечитель и хранитель. Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью. Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими. Пусть не печалят тебя те, которые спешат к неверию. Они ничем не навредят Аллаху. Аллах желает лишить их доли в последней жизни, и им уготованы великие мучения. Те, которые купили неверие за веру, не причинят никакого вреда Аллаху, и им уготованы мучительные страдания. Пусть неверующие не думают, что предоставленная нами отсрочка является благом для них. Мы предоставляем им отсрочку для того, чтобы они приумножили свои грехи, и им уготованы унизительные мучения. Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь, пока не отличит скверного от благога. Аллах не откроет вам сокровенное знание, однако Аллах избирает среди своих посланников того, кого пожелает. Уверуйте же в Аллаха и его посланников, ведь если вы уверуете и будете богобоязнены, то получите великую награду. Пусть не думают те, которые искупятся расходовать то, что Аллах даровал им по своей милости, что поступать таким образом лучше для них. Напротив, это хуже для них. В день воскресения их шеи будут обернуты тем, что они жалели. Аллаху пронадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. Аллах услышал слова тех, которые сказали, «Аллах беден, а мы богаты». Мы запишем то, что они сказали, и то, как несправедливо они убивали пророков, и скажем «вкусите мучения от обжигающего огня». Это за то, что приготовили ваши руки. Ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами. Они сказали, «Аллах взял с нас обещание не верить ни одному посланнику, пока он не явится к нам с жертвой, которую будет пожирать огонь. Скажи, до меня к вам приходили посланники с ясными знамениями и с тем, о чем вы говорите. Почему же вы убили их, если вы говорите правду? Если они сочтут тебя лжецом, то ведь лжецами считали многих посланников до тебя, которые принесли ясные знамения, книги и озаряющее писание. Каждая душа вкусит смерть, но только в день воскресенья вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех, а земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением. Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой, и вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы и богобоязнены, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость. Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание. Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его. Но они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что они приобретают. Не думайте же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, что они не совершали, спасутся от мучений. Им уготованы мучительные страдания. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах способен на всякую вещь. Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня, заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку, и размышляют о сотворении небес и земли. Господь наш, ты не сотворил это понапрасну. Причист ты, защити же нас от мучений в огне. Господь наш, тот, кого ты ввергнешь в огонь, будет опозорен и не будет у беззаконников помощников. Господь наш, мы услышали глашатая Мухаммада, который призывал к вере, «Уверуйте в вашего Господа». И мы уверовали. Господь наш, прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и упокой нас вместе с благочестивыми. Господь наш, даруй нам то, что ты обещал нам через своих посланников, и не позорь нас в день воскресения, ведь ты не нарушаешь обещаний. Господь их ответил им, «Я не погублю деяния, совершенные любым из вас, будь то мужчина или женщина. Одни из вас произошли от других, а тем, которые переселились или были изгнаны из своих жилищ, были подвергнуты мучениям на моем пути, сражались и были убиты, я непременно прощу их злодеяния и введу их в райские сады, в которых текут реки. Такой будет награда от Аллаха, а ведь у Аллаха наилучшая награда». Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле тех, кто не уверовал. Это всего лишь недолгое или небольшое удовольствие, а затем их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это ложе! «Но для тех, которые боятся своего Господа, уготованы райские сады, в которых текут реки, они пребудут там вечно. Таково угощение от Аллаха и то, что у Аллаха будет лучше для благочестивых. Воистину, среди людей Писания есть такие, которые веруют в Аллаха и в то, что было ниспослано вам, и что было ниспослано им, будучи смиренными перед Аллахом и не продавая знамения Аллаха за ничтожную цену. Их награда ожидает их у их Господа. Воистину, Аллах скоро в расчете. О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха. Быть может, вы преуспеете. Сура ан-Ниса. Женщины. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами. Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте скверное на хорошее. Не пожирайте их имущество вместе со своим имуществом. Воистину, это является великим грехом. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам, на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости или бедности. Давайте женщинам их колым от чистой души. Если же они по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье. Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им слово доброе. Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то давайте им их имущество. Не пожирайте его, расточительствуя в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведет счет. Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел. Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и бедняки, то одарите их из него и скажите им слово доброе. Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков Если бы им пришлось оставить их после себя Пусть они боятся Аллаха и говорят слово правильное Воистину те, которые несправедливо пожирают имущество сирот Наполняют свои животы огнем и будут гореть в пламени Аллах заповедует вам относительно ваших детей Мужчине достается доля равная доле двух женщин Если все дети являются женщинами числом больше двух То им принадлежит две трети того, что он оставил Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил Если у него есть ребенок Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители И матери достается одна треть Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая Таков расчет после вычета по завещанию Которое он завещал или выплаты долга Ваши родители и ваши дети Вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы Таково предписание Аллаха Воистину Аллах, знающий, мудрый Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали или выплаты долга Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенка Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая Но если их больше, то они имеют равные права на одну треть Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах, знающий, выдержаны Таковы ограничения Аллаха Того, кто повинуется Аллаху и его посланнику, он ведет в райские сады, в которых текут реки Он пребудет там вечно, это и есть великое преуспеяние А того, кто ослушается Аллаха и его посланника и приступает его ограничения, он ввергнет в огонь, в котором он пребудет вечно Ему уготованы унизительные мучения Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий проступок, прелюбодеяние, призовите в свидетелей четырех из вас Если они засвидетельствуют это, то держите их в домах, пока их не упокоит смерть или пока Аллах не установит для них иной путь Если двое из вас совершат такой поступок, прелюбодеяние, то подвергните обоих наказанию Если они раскаются и станут поступать праведно, то оставьте их, ведь Аллах, принимающий покаяние, милосердны Воистину, Аллах обязался принимать покаяние тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются Их покаяние Аллах принимает, ведь Аллах – знающий, мудрый Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорят «Вот теперь я раскаиваюсь» И для тех, кто умирает неверующими Для них мы приготовили мучительные страдания «О те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин против их воли Не чините им препятствия, чтобы унести часть колыма, которую вы им дали, если только они не совершили явной мерзости Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра Если вы пожелали заменить одну жену другой, и если одной из них вы подарили кантар, то ничего не берите себе из этого Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех? Как вы можете отобрать это, если между вами была близость, и если они взяли с вас суровый завет? Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде Воистину, это является мерзким и ненавистным поступком и скверным путем Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком Ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость Ведь если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха А также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших поясниц Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде Воистину, Аллах прощающий, милосердный Субтитры создавал DimaTorzok